19 предпринимателей стали участниками районного конкурса профессионального мастерства «Мир красоты». В течение нескольких часов бизнес-леди демонстрировали свои умения в парикмахерском, визажном, ногтевом и швейном искусстве. На глазах у зрителей рождались красивые прически и стрижки, макияжи вечерние для офиса, модели интересной и необычной одежды. Победители определялись сразу в нескольких номинациях. Вместе с дипломами они получили и денежные вознаграждения. Подробнее о конкурсе в следующем выпуске программы, а пока о других новостях прошедших дней. В видеообзоре Ольги Славьевой. Районный день призывника собрал ребят, которые совсем скоро сменят гражданскую одежду на военную форму. По словам инопутствия, к ним обратились представители городской администрации и военкомат, а также районы общественной организации «Боевое братство», пожелав будущим новобранцам достойно служить Родине и не уронить чести предков. Также они рассказали призывникам о русских воинских традициях и поделились речным опытом, как адаптироваться к условиям казарма и строить взаимоотношения со служивцами. Буквально каждый призыв появляются какие-то новые позитивные моменты в вооруженных силах. Это то, что у них это было уже и в прошлом году. У солдат сегодня, даже после обеденный отдых, как было во времена там революционных, то есть традиции все-таки они возрождаются в России. И особенности, допустим, именно осеннего призыва на областном сборном пункте ребят уже переоденут в форму не полевую, как, допустим, в весной было, а в форму тех родов войск, где они уже будут проходить службу. Иду служить в президентский полк, ну, как приписали, с хорошим настроением, с боевым. Прошел медицинскую комиссию, ездил в Нижний. Они отбирали со всей области, с Нижнего, ну, отовсюду призывались, приезжали в президентский полк, как так, ну, это доблесть какая-то, не знаю, гордость служить в президентском полку. И из 8 человек, 20 или 15, я попал туда. Горжусь этим. До конца этого года вооруженные силы России пополнят порядка 80 жителей района призывного возраста. Большинство будут служить в западном военном округе во всех родах и видах войск, в том числе и МЧС. Срок службы остался прежним – один год. Делегаты от 60 первичных организаций приняли участие в отчетно-выборной конференции районного совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Работа самой многочисленной общественной организации района, насчитывающей более 25 тысяч человек, направлена прежде всего на социальную защиту людей старшего поколения, улучшение их жизненного уровня, соблюдение прав и гарантий. Не менее важным направлением деятельности является патриотическое воспитание молодежи. Направление у нас одно. Идеология сейчас – воспитание молодежи. Чтобы наша молодежь была порядочной, чтобы они были действительно достойными преемниками старшего поколения. Работа со школами – это необходимая вещь. Воспитание нашей молодежи идет через школы. Хотелось бы, чтобы эти все традиции, которые у нас есть, поддерживались. Ветеранов не забывали, чтобы почитали их. Именно поколение помоложе относилось к ветеранам с любовью. Кроме отчета о проделанной за пять лет работе Совета ветеранов, в этот день состоялись выборы его нового состава – президиума, а также председателя. На эту должность единогласно был избран Николай Шаров, возглавляющий Совет на протяжении последних нескольких лет. В завершении конференции самые активные участники ветеранского движения были отмечены благодарственными письмами районной администрации. Новая выставка нижегородского художника Михаила Полякова открылась в арт-галерее на Троицкой в Городце. Представлена одна из любимых тем автора – пейзажа старинных городов Нижнего Новгорода и малых провинциальных городков России, в том числе и Городца. Колоритная архитектура, живописные ландшафты, обаяние провинциального быта – все это создает сложную пространственную динамику сюжета картин, открывая зрителю красоту обычных, казалось бы, мест. Картины Михаила притягивают взгляд, на мой взгляд, радостью жизни. У талантливого, самобытного художника свой взгляд на мир, своя особая, незабываемая, узнаваемая манера живописи, стиль живописи. Картины полны света и цвета. Михаил Поляков – член Союза художников России. Его работа отличает неизменный оптимизм и живописная декоративность. Пастозная манера рисования и смелые цветовые решения, порой основанные на парадоксе, создают яркие, запоминающиеся музаичные полотна. В Городце ими можно будет полюбоваться до конца ноября. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok